18-летняя студентка из городка Сафонова в Смоленской области Елизавета Голованова едет на конкурс Мисс Мира, чтобы уверенно вырвать корону первой красавицы этой планеты и привезти ее к нам сюда, в Россию. Как Лиза будет покорять жюри, спросим прямо сейчас. Елизавета пришла к нам в студию. Доброе утро. Доброе утро. Мое почтение. Вы действительно красотка и красавица. Ой, 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 все, Алексей, начало. Хорошо. Ну, действительно, скажите, красота – это страшная сила? Красота, безусловно, сила, но я думаю, что не страшная. Красота не должна нести какой-то разрушительный образ. Она должна, наоборот, что-то творить, что-то прекрасное, безусловно. Слушайте, а коса у вас настоящая, она такая красивая, может быть, это какая-то там... Шиньон? Нет, это мои волосы, да. Сколько лет отращивать нужно было такую косу? Сколько лет? Ну, периодически я, в принципе, подстригаю. Ну, кончики-то не считается, давайте по факту. Ну, в принципе, с детства у меня... Не стригли. Не боитесь в Москве в метро ездить? Ну, сейчас, наверное, совсем уже не сядете, а раньше не боялись, что там же есть такие... Вы знаете, нет. Все зависит от того, как ты себя ведешь, как ты подаешь себя, и, в принципе, люди адекватно... Я видела ваше интервью, была потрясена, честно говоря, потому что вы совершенно не похожи на тех моделей, на тех участниц вот этих конкурсов красоты, которые, ну, совсем по-другому себя ведут, совсем по-другому говорят. Вы что, случайный человек в мире красоты? Спасибо, мне очень приятно, безусловно. Но, да, я никогда не имела никакого отношения к модельному бизнесу, просто вот волей судьбы так получилось, я участвовала в этом прекрасном конкурсе, и участвовала не зря, я его выбрала. Так, может быть, вам кто-то помог? Нет. Вы знаете, я на финале уже на самом... до последней минуты не верила, что выигрую я. Я стояла и, с одной стороны, очень хотела выиграть, с другой стороны, мне было страшно. Такая фраза, что все куплено на эти конкурсы красоты, все там проплачено. Но неужели к вам там за кулисами не подходили в процессе вот конкурсной программы там Елизавета? У нас есть для вас интересные предложения. Да, перезвоните. Вы знаете, нет, не было такого совершенно, потому что, во-первых, у нас была охрана, была охрана, это во-первых. Во-вторых, наши педагоги совершенно не склоняли нас к подобным действиям. Ну, с другой стороны, Лиз, ну что мы наивно надеемся, что вы нам будете честно отвечать? Прямо мы какие-то, да? Нет, вы знаете, очень искренний человек, в принципе, как было, так и говорю. Вы не боитесь, что это вам будет мешать в дальнейшем, ваша искренность? Нет. Скажите, пожалуйста, ну как бы вот устоявшись такой, что у красивых девушек, которые вот выходят на подиум, на конкурсах красоты участия, у них такая программа. Выйти замуж за олигарха, жить в роскоши там и так далее. Ваша какая программа максимум, минимум? Вы знаете, что касается выйти замуж, прежде всего за человека. Не важно, сколько... Какие еще варианты были, Лиза? Ну, я имею в виду, человек в большом понимании этого. Вы романтик. Ради чего вы в этом будете участвовать? Есть какой-то план на ближайшее будущее? Цели жизненные? Вы знаете, это еще один, определенная, одна ступенька для карьерного роста, безусловно. То есть это очень интересно. А завистников не боитесь, что вам теперь будут палки в колеса стоять? Так была обычная студентка, Лизочка, а часу? А вы знаете, а кто сказал, что их не было, завистников? Они всегда были. Просто надо реагировать на все спокойно. Ну хорошо, как проходит подготовка сейчас к мировому конкурсу? Тоже вот, ну не поверю, что все просто так. Муштра-муштра прям сплошная. С утра до ночи по подиуму. Работы, безусловно, много, да. Подготавливаемся мы активно. Это и дефилей, это и занятия с хореографом, и посещение спортзала. А внутренняя конкуренция между вами происходит? Между кем и кем? Пока что еще нет. Между Лизой и Лизой? Нет, почему-то. А уж не только Лизой. Такое тоже бывает, кстати. Да, между Лизой и Лизой. Скажите, пожалуйста, вы даете себе отчет, что больше вы не вернетесь к прежней жизни? Что все, вот этот рубеж перейден, что вы уже непростая девушка, что у вас вместе с этой короной определенное количество обязанностей. Оксана Федорова не выдержала и отказалась от короны. Помните, да? Да, я помню. Могли бы это сделать? Или вы считаете, что это не... И ради чего, если могли бы? Ради чего? Ну, вы знаете, я считаю, что если ты едешь на подобный конкурс, то ты уже заведомо хочешь и предполагаешь какую-то победу. Заведомо оцениваешь свои силы, шансы. И я думаю, что если мне повезет, я выиграю конкурс Мисс Мира. То корону я никому не отдам. Конечно, никому не отдам. Лиза, а как родители вообще относятся к тому, что с вами случилось? Они больше, так сказать, боятся или с недоверием к этому большому миру шоу-бизнеса относятся? Сейчас они мне, безусловно, помогают. Они меня поддерживают, потому что довольно-таки трудно в некоторых моментах приходить. А кто они с ним следы по профессии? Врачи. Врачи? Мой папа, да. Прекрасно. Ну вот, красивая-здоровая девочка. Скажите, а когда вы вот поняли впервые, что вы отличаетесь от других девушек, что вы красавицы? Когда на вас начали такое внимание... Леш, ну неэтичное. Леш, не будешь же сама себя хвалить? Нет, я спрашиваю, в каком возрасте это случилось и как? Вот не мешало ли вам это? Ну, безусловно, иногда это откладывает какой-то дискомфорт в обществе определенном, да? Там, например, среди женщин, конечно, мне тяжело. Слушайте, ну НТВ будет не НТВ, если мы не спросим, куда 100 тысяч долларов-то будете девать? Которые получили уже на российском конкурсе. Да, еще пока не получила. Это ты говоришь мне об утичности вопросов, Мария? Получу в конце года. Или мама с папой уже рассказывали. И я буду мечтать о чем-то. Может быть, это будет московская квартира? Почему бы и нет? Лиза, мы вас будем ждать после возвращения сюда опять. И, конечно, желаем вам победы. И чтобы вы сюда пришли, показали нам вот эту карену, корону. Карену. Поддержать. А мы бы ее и померили еще, если позволите. А нашим телезрителям я хочу пожелать прекрасного дня, ну и хорошего настроения. Оставайтесь красивыми. Какая вот ты, Лиза, молодец. Это была Мисс Россия-2014 Елизавета Голованова. Мы надеемся вновь увидеть ее в этой студии уже в новом качестве. Пишите письма, господа работодатели. Президент принял новые поправки к Трудовому кодексу. И теперь, если по каким-то причинам вы задерживаете зарплату своим сотрудникам, вы обязаны письменно их уведомить, какая компенсация за это причитается. Если работодатель компенсацию не выплатит, то это хороший повод обратиться в суд и выиграть дело почти со 100%.